Большое спасибо, уважаемая Елена Ефимовна. Дорогие друзья, коллеги, во-первых, позвольте поблагодарить за оказанную честь находиться здесь, в священных для меня стенах Елабужского Института Казанского Федерального Университета, Елабужского Педагогического Института, Елабужского Епархиального Женского Училища, Стахеевского Училища. Чуть позднее я поясню, почему для меня эти стены священные. Но, исходя из темы сегодняшнего нашего собрания «Россия и мир», я хотел бы поговорить о мостах. Прежде всего, о научных мостах, которые связывают нас, живущих в разных странах историков, о тех переходах, тех встречах, которые случаются в самых разных ситуациях. Не исключением этому и Елабужская земля. Я тоже постараюсь этот момент отразить. Есть в исторической науке направление, правда, сейчас некоторые ученые считают, что это не историческая наука, но это этнография. То есть, это изучение культурной традиции, изучение идентитета и многих других, связующих каждого человека со своей семьей, со своим народом, параметров, о которых говорят этнографы. Но есть в этнографической науке одно направление, которое очень тесно коррелирует с той темой, которая вынесена в название Международной зимней исторической школы «Россия и мир». Я имею в виду то научное направление, которым занимаюсь много лет. Это финно-угорская этнография, финно-угорские исследования. Дело в том, что финноугроведение, как научное исследовательское направление, возникло как раз на стыке разных стран и интересов. И, что важно, на протяжении всей истории финноугроведения мы занимаемся открытиями, а по большому счету расшифровкой тех культурных кодов и тех исторических знаний, которые наши народы несут и стараются транслировать. Есть народы, которые оставили богатейшие письменные памятники, на которые ориентируются исследователи, а есть народы, для которых их история, по большому счету, это этнография и археология. Очень приятно видеть здесь и археологов, своих собратьев по цеху, потому что этнографы и археологи идут на этом пути вместе. Но это совсем не значит, что и историкам, изучающим письменные тексты, в финноугроведении не было места. Нет, первый век финноугорской этнографии начинается именно с поисков правды. Удивительно, и в то же время, наверное, закономерно, что первым таким ищущим человеком был историограф, историк, или, как тогда говорили, полигистр, по происхождению вестфальский немец, а по большому счету, один из отцов, если не основатель российской историографии. Герхард Фридрих Миллер приехал в Казань и начал вместе с своим товарищем Иоганном Готлебом Гмелиным исследовать письменные памятники. Десять вазов скопированных документов из Казани отправились затем в Москву, а затем уже в Санкт-Петербург. Но этой же экспедиции Миллер поехал в деревни и работал здесь, на территории современного Елабужского района, встречаясь с татарами, с марийцами, удмуртами. Это был полигистр в прямом смысле. Он искал разные подходы к той культурной информации, которая его интересовала. Но были историки по неволе, о них тоже мы не должны забывать, потому что они открыли нам Восточную Россию, в то же время открыв ее всему миру, западному читающему миру. В 1709 году на Полтавском поле в плен попадает капитан Филипп Иоганн Страленберг. Немец с рождением, шведский офицер, и под Казанью, находясь в лагере для военнопленных, он начинает свою исследовательскую деятельность. Далее, когда пленные были отправлены этапом в Хлынов, в Вятку, нынешний Киров, Страленберг вместе с другими шведскими военнопленными прошел по всем деревням, которые лежали на его пути. Но будучи пиетистом по духу, ученым по рождению, мне хочется так думать, он не отчаивался, а записывал слова, слова, которые встречались ему на пути от местных жителей. Так появились таблицы. Так появилась известнейшая книга, которую он издал в 1730 году в Стокгольме. «Северная и восточная часть Европы и Азии». Это был научный прорыв, знание о России в западный мир. Пройдет время, и, вернувшись уже из Тобольска, капитан, а затем подполковник Страленберг, будет продолжать свою научную деятельность. И на долгие годы станет одним из главных специалистов по истории и культуре Восточной России. Потому что, не будем скрывать, вплоть до XVIII века, до начала эпохи Просвещения, все, что лежало к востоку от Москвы, называлось не иначе, как «Великая Тартария» или «Татария». Но в честь исследователей, которые пошли вместе с Петровскими указами, оказалось, что да, татары – это большой, значительный народ, но в «Великой Татарии» или «Тартарии» живет множество других народов, которые тоже нуждаются в научном изучении. Вторая половина XVIII века открыла не просто народы, живущие на востоке России. Вторая половина XVIII века открыла иное отношение к этим народам. Пафос руссоизма начинает появляться в текстах. И простодушный, оказывается, вовсе не верящий в дьявола человек, которого нужно срочно христианизировать. Простодушный, в отличие от просвещенного, оказывается, тоже имеет свое представление о мире, свои установки, свои культурные ценности. Мне кажется, эта сентенция руссоизма, по большому счету, разбила прежнее клирикальное отношение к миру, когда мир был черный и белый, мир заиграл разными красками. И вот эти разные яркие краски стали предвестником II века в истории пиноугроведения, века романтизма. Европейский романтизм вместе с идеями братьев Гримм, которые со студентами отправились записывать немецкие сказки, пришли в университеты Европы, где учились многие будущие ученые, в том числе финны и венгры. Финны и венгры, восхитившись идеями волшебного рога, восхитившись идеями штурма и натиска, сказали, хватит сидеть дома, хватит заниматься таблицами, хватит каталогизировать давно известные факты, нужно идти в народ. И повесть героической души, которая притворилась в биографиях нищего, или полунищего, мальчика из восточно-финской деревни, Андерса Шегрена, который первый из финнов приехал в Петербург, стал библиотекарем русского вельможи графа Румянцева, а затем с помощью, по помощи графа Румянцева отправился в первую большую финно-угорскую экспедицию. На его пути лежали земли народов Коми, Удмуртов, Морийцев, Мордвы, а далее, перевалив через Урал, он оказался в землях Ханты и Манси. Его не очень продолжительная, но яркая жизнь завершилась чудом, он стал российским академиком, это был первый ординарный академик Императорской академии наук, вышедший из самых низок и даже плохо говоривший изначально на русском языке, но совершивший научную революцию. Следом за ним пошли другие, такой же с 16 рублями пришедший из Лапландии студент Матиас Кастрен, который положил свою 37-летнюю жизнь на алтарь науки, пройдя десятки тысяч километров пешком в поисках родственных народов. Он стал первым профессором финского языка и литературы, пробив еще одну великую брешь, брешь пренебрежения и непонимания, поскольку финский язык в Финляндии был языком неуважаемым, языком крестьянским и недостойным. Но подвигом своей жизни он убедил своих шведоязычных и аристократичных сверстников в том, что и народный язык, и народная культура имеют право на университетское содержание. Не менее драматична, а кое-где и трагична судьба еще одного романтика, ученого, который был юристом, преуспевающим венгерским аристократом, путешествующим по Европе, познакомившись в Финляндии с идеями финно-угорского родства. Бросая все, Антал Регули едет в Петербург и при помощи Карла Бера и других крупных российских ученых Антона Шифнера, отправляется в десятилетнюю экспедицию по России. Он живет здесь, в Казанской губернии, в Вятской губернии, затем уходит на Северный Урал, через земли Коми, спускается до Аби. Он возвращается в Будапешт всемирно уже известным ученым, но забывает, что он записал в своих текстах. Он забыл, как расшифровывать свои записи. И до сих пор Венгерская академия наук имеет отдельное подразделение по расшифровке записей Антала Регули. Уже почти сходя с ума от невозможности поднять груз научной информации, которую он вывез из России, Антал Регули, будучи королевским библиотекарем, сказал «Наш интерес на Востоке». И сюда приезжают другие многие молодые венгры и финны, для которых Казань, Казанский университет, становится мягкой. Отсюда их экспедиции расходятся по России. Но это наука. Но в науке есть и политика. К сожалению, наука не может предотвратить войны, но даже в войнах ученые стараются оставаться людьми. Первая мировая война суровым образом размежевала народы и стала потрясением для тысяч и миллионов людей. В том числе для финно-угорских народов, которые оказались в разных траншеях, в разных армиях, в разных шинелях. Бернард Мункач, венгерский академик, родом еврей, Бернхард Мунг, но финно-угор по духу, вложил все свои деньги в помощь с братьям, оказавшимся в плену. И записи в концентрационных лагерях 1915-17 годов стали великолепным источником, на котором венгерское и мировое финно-угроведение работает до сих пор. Потому что те легенды, сказки, рассказы бытовые, которые были записаны в лагерях от пленных, ну, это прежде всего один, но немаловажный штрих в истории науки. Третий век, который я уже невольно перешел, был связан с эпохой эволюционизма, с эпохой эмпирических фактов, а по большому счету новых экспедиций. И здесь, в Елабуге, побывали многие финские молодые ученые, Уна Сирелиус, Альберт Хемеляйнин, которые дальше отправлялись отсюда по Вятке, в Марийские и Удмуртские деревни. Но вновь война размежевала. Гражданская, затем Вторая мировая. И профессор финно-угорской этнографии Альберт Хемеляйнин, который в 1913 году здесь, в Елабужском уезде работал, оказался майором генерального штаба финской армии. Чем он занимался? Он занимался этнографией. Он работал в Карелии, Инляндии, в Ингерманландии. Для чего? Для того, чтобы в послевоенные годы собрать то, что хотелось собрать. Вновь начать научные конференции, совместные экспедиции. Так случилось. В послевоенные годы высока оказалась роль ученых, не побоявшихся стать политиками. Теми политиками, кто связывал то, что разбили войны. И в 1960 году в Будапеште состоялся первый финно-угорский конгресс. Конгрессы продолжаются по сей день. Очередной конгресс состоится в следующем году в Вене. И вновь со всего мира съедутся ученые-афиноугроведы, которые будут вспоминать и Герхардера Фидриха Миллера, и Андерса Шегрена, и Ивана Смирнова, и казанца, мал мышца родом, но казанца по духу, Степана Кузнецова, который, будучи русским человеком, не побоялся в конце XIX века встать на защиту удмуртов в молтанском процессе. Когда непродуманные и непросчитанные действия едва ли не привели к обвинению целого народа в том, что в принципе быть не может. Таковы очень кратко три века одного лишь только из направлений этнографической науки. Но за каждым этим именем, за каждой фамилией стоят десятки, а может быть сотни учеников. Книги, идеи, ими написанные, гипотезы, которыми они пользовались, и которые мы сейчас изучаем как историографы. А теперь, почему эти стены для меня священны. В 1903 году, может быть, в этот класс, а может быть, в другой, вошла 11-летняя девочка, Лелечка Тихонравова, моя прабабушка. И здесь она училась, и в 1907 году окончила Елабужское епархиальное женское училище. И всю свою жизнь проработала сельской учительницей в Удмуртии. И здесь ее научили так, как она научила жить потом нас. И сколько себя помню, на стене дома висит ее епархиальная фотография, выпускной класс 1907 года. Какие лица, какие глаза. Я думаю, что ничего не поменялось, потому что такие же одухотворенные лица, интересные. Глаза я вижу здесь, в этом зале, конечно, современном, приведенном в достойное состояние, но, тем не менее, намоленным многими поколениями епархиалок, студентов педагогического института и ныне Елабургского института Казанского федерального университета. И я от души благодарю организаторов Российское историческое общество за то, что мне удалось побывать здесь, где всю свою жизнь я был, но по фотографиям. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Егорович. Пожалуйста, вопросы в зале будут у нас. А комментарии, да, пожалуйста. Знакомы. Алексей Егорович, я неоднократно приезжала в Ижевск. Много раз мы с вами виделись, но я не подозреваю, а представлюсь еще раз давно, что вы меня забыли. Меня зовут Маслова Инга Владимировна. Конечно. Я профессор этого Елабургского института и всю жизнь занимаюсь изучением династии Стахеевых и этого нашего епархиального училища. Вот, ребята, вы сегодня оказались в ситуации, когда историческая память ожила. Вы никогда не говорили о том, что ваши корни уходят вот сюда, в наше епархиальное училище. Естественно, мы сейчас побеседуем, возможно, мы установим, вы знаете, внесем новый штрих, очень важный, штрих в историю нашего учебного заведения. Это будет по-настоящему история, вот такая человеческая, добрая. Внесем вклад в сохранение исторической памяти. И вот если каждый из нас маленькими штришками будет что-то добавлять в историю вашей страны, нашей страны, нашей общей встречи, я думаю, ну, никакие фальсификации нам не страшны. Спасибо вам большое. Мы с вами еще поговорим. Я обозначила, что хочу с вами поговорить. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо за очень интересную лекцию. Действительно, очень такая малозатрагиваемая тема на самом деле. Вот у меня в связи с этим возник вопрос. Я просто уже представлялся. Еще раз нужно? Если можно. Николай Кожеманов, студент пятого курса Елабужский институт. Все-таки какова роль финно-угорских народов в процессе государства образования в России? Потому что этот вопрос, насколько я понимаю, даже сейчас как-то не очень много поднимается. Спасибо. Да, большое спасибо за вопрос, Николай. Но я думаю, что лучше меня ответит повесть временных лет, где четко и конкретно прописаны те народы, которые участвовали в процессе государства образования. это восточнославянские племена и финно-угорские. В самом начале. еще раз благодарю за внимание и просто хочу сказать, я очень волнуюсь и вот этот мой трепет, он священный. спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...